Здравствуйте! Сегодня вторник, а значит настало время задать свой вопрос юристу. В центре внимания сегодня проблема долевого строительства. В студии Екатерина Грицыенко и юрисконсульт компании Юроктив Андрей Минин. Здравствуйте! Андрей, здравствуйте! Прежде всего, давайте поясним, что такое долевое строительство? Долевое строительство – это строительство различного рода объектов недвижимости с привлечением денежных средств как граждан, так и юридических лиц. Вся специфика в том, что дольщик не мог получить объект недвижимости сразу, потому что речь идет об объектах, на которые не то что не получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а которых в принципе вообще не существует или они существуют где-то в планах и проектах. Дольщики передают денежные средства, а застройщик на эти денежные средства организует строительство. Плюс для дольщиков в том, что они могут получить объекты недвижимости по достаточно низким ценам, а для застройщиков в том, что они могут организовать строительность без своих собственных или кредитных денежных средств. Сегодня, говоря о долевом строительстве, хотел бы поговорить именно о тех случаях, когда дольщиком выступает гражданин-потребитель, то есть лицо, приобретающее квартиру для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Андрей, то есть покупая, вступая в долевое строительство, мы в общем-то не покупаем квартиру, мы в общем-то ничего не покупаем. Мы, можно сказать, что покупаем, но право собственности будет оформлено только тогда, когда дом будет введен в эксплуатацию. А чем регулируется отношение, связанное с долевым строительством? Прежде всего, это федеральный закон, вкратце его назовем об участии в долевом строительстве. Он становится основным на начало данной деятельности, то есть он определяет порядок заключения договоров, правила заключения договоров, порядок перехода права собственности, устанавливает определенные способы защиты прав и законных интересов, как дольщиков, так и застройщиков. Если гражданин-потребитель является дольщиком, то все, что не урегулировано указанным законом, регулируется законом о защите прав потребителей. Важные аспекты здесь это возможность изыскания и компенсации морального вреда, подсудность по выбору истца, также многие другие аспекты. Все, что не урегулировано этими двумя законами, регулируется гражданским кодексом Российской Федерации. Андрей, наверняка многих интересует вопрос, волнует вопрос, безопасно ли вступать в долевое строительство? Сразу скажу, что сегодня это намного безопаснее, чем было раньше. Суть в том, что на сегодняшний день застройщиком может быть только лицо, которое либо застраховало свою ответственность, либо же добилось поручительства банка. А это означает, если застройщик будет объявлен банкротом, либо же он не сможет достроить объект вовремя, либо же он возведет объект, но будет понятно, что он не соответствует качеству, которому должен соответствовать, то все убытки гражданам-дольщикам возмещает, соответственно, либо страховая компания, либо же банк. То есть страховка – это обязательный момент при долевом строительстве? Да, страховка или поручительство банка. Ну, в принципе, это довольно-таки схожая понятия. Квартиру, по сути, страхует застройщик или покупатель? Страхует не квартиру, а застройщик страхует свою ответственность при выполнении всей данной деятельности. Также стоит обратить внимание на то, что застройщики, по идее, весь объект долевого строительства находится в залоге у удольщиков. Такие правила. А возможно ли как-то максимально себя обезопасить? То есть какие меры должен предпринять покупатель, чтобы себя все-таки максимально обезопасить? И можно ли узнать, надежный застройщик или нет? Ну, предугадать, как всегда, полностью ничего нельзя. Но посоветую собрать как можно информации о застройщике. Для этого можно обратиться к интернету. Если есть какой-то негатив, если есть какая-то плохая информация, то она наверняка уже просочилась в массы и можно ее отследить. Также я бы посоветовал познакомиться с выпиской из ЕГРУЛ, то есть Единого реестра государств и юридических лиц. Она есть в свободном доступе на сайте налоговой инспекции. Что мы из нее можем получить? Это сведения об учредителях, сведения о лицеуправляющем данной компании. Также можно получить информацию об уставном капитале данной компании. Стоит сказать, что, к сожалению, у многих застройщиков на сегодняшний день уставной капитал все равно 10 тысяч рублей. Это, конечно, плохо, но законно. Часто встречается еще так, что есть, например, какая-то известная компания-застройщик. У нее уставной капитал большой и хорошая репутация. Она распространяет информацию о строительстве нового жилищного комплекса, она привлекает клиентов. Когда клиенты готовы подписать договор, они выясняют, что договор подписывается на самом деле не с этой компанией, а с компанией, которая открылась совсем недавно, у которой уставной капитал 10 тысяч рублей. Эта же компания, которая привлекала всех, известная компания, она, как говорится, организует все строительство, но договор у вас с другой организацией. Для чего застройщики так делают? Для того что? Если возникли проблемы, пожалуйста, предъявляйте все требования к этой компании, которая установит капитал 10 тысяч, ликвидировать, как говорится, которую не жалко. А если не нравится, то выбирайте, как говорится, другое. Ну, здесь нужно, конечно, трижды подумать, но выбирать особо не приходится, так как данную схему используют многие застройщики. Также, говоря о безопасности, надо было, наверное, сказать, что если вы видите, что застройщик предлагает какие-то акции, снижение цен за квадратные метры, то вывод, скорее всего, один. У него заканчиваются деньги. Здесь еще дополнительно нужно подумать, стоит ли на это подписываться. Понятно. Ну, уставной капитал – это, в общем-то, признак, да, получается? Один из признаков надежности компании. Да, уставной капитал, то есть, если непосредственно начнутся проблемы, уже когда даже дом введен в эксплуатацию, то предъявлять все равно, в первую очередь, нужно тому, с кем подписан договор. А если у него уставной капитал, и, как говорится, движения по счетам нет, то получить что-то будет сложно. Ну, в всяком случае, мы на самом деле знаем способы, как предъявлять претензии не к лицу, с которым заключен договор, а к тому, кто непосредственно занимался строительством. То есть, такие варианты есть, пути такие есть? Да, есть, они сложные, но, на самом деле, все возможно. А как часто бывает, что застройщик не успевает сдать в срок квартиру? В принципе, практически всегда. Вообще, стоит поговорить о том, как договором долевого строительства определяется срок. Чаще всего, это не конкретная дата, а нечто абстрактное. Например, в договоре указано, застройщик получает разрешение на ввод дома в эксплуатацию, предположительно, такого-то числа. В течение двух месяцев после получения разрешения он обязуется передать квартиру в собственность дольщикам. Ранее были в судах проблемы, что суды говорили, срок наступления обязательно не наступил, так как конкретные даты не указаны. Сегодня же Верховный суд наконец-то поставил точку во всех этих спорах, он указал, если предположительная дата получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию указана, значит, она должна быть последней, когда он мог получить ее. Два месяца прошло, или определенный срок, то получается, это закончились сроки, когда квартира должна быть передана. То есть, приблизительно сроки, которые раньше работали на застройщиков, теперь они не действуют, теперь сроки признаются конкретными. Ну а что делает застройщик, если не успевает сдать квартиру? Как правило, он делает все возможное для того, чтобы изменить сроки. Изменить сроки можно только одним способом, это подписать дополнительное соглашение о переносе с момента передачи объекта в собственность гражданина. А он направляет уведомления, приглашает на подписание. Сразу же скажу, что ничего по закону подписывать вы не обязаны. Сроки могут переноситься многократно и ждать 10 лет квартиры, которые хотели получить через 2 года, смысла в принципе нет. Раньше была такая судебная практика, когда застройщики пытались через суд обязать дольщика подписать данные соглашения. Но Верховный суд опять же сказал свое громкое слово. Он сказал, что финансовые кризисы в стране, что какие-то неполадки, непорядочность подрядчиков, субподрядчиков, это все те риски, которые застройщик мог предугадать перед заключением договора. Поэтому обязать кого-то подписывать дополнительные соглашения и тем самым нарушать их права, они не имеют обязан. Они не обязаны, да, права такого нет. Мы же на самом деле советуем доп. соглашения не подписывать или во всяком случае подписывать, но не более одного раза. Помните, что это может длиться бесконечно. Хорошо. А допустим, доп. соглашения не подписаны или даже не направлены дольщику. Соответственно, квартира тоже не сдана, в свою собственность он ее не получил. Что делать дольщику? Первое, что может предпринять дольщик для защиты своих прав, это требовать неустойку. Для гражданина-потребителя это 1,150 от ставки рефинансирования в день. Ставка рефинансирования 8,25. Звучит сложно и непонятно, но, как говорится, для простоты объясню. Если цена договора у вас 4 миллиона рублей, то в день вы можете примерно требовать 2200 рублей неустойки. Сумма, в принципе, неплохая. Требовать неустойку можно неоднократно и за разные периоды. Написали претензию, отправили застройщику. Если удовлетворил хорошо, если не удовлетворил, еще лучше. Идем в суд, там дополнительные компенсации и так далее. А также, если срок неисполнения обязательств превышает уже 2 месяца, то можно расторгнуть договор. Расторжение договора здесь предусматривается в одностороннем порядке. То есть потребитель должен направить застройщику уведомление о расторжении договора. Также в него включить нужно требование о возврате денежных средств и уплате процентов за пользование чужими средствами. Если не исполняет, так же идем в суд. Здесь не надо требовать расторжения договора через суд, так как он уже расторгнут после направления дольщикам уведомления, требуем деньги и проценты. Андрей, ну а насколько сложно или может быть даже просто проходят вот эти процессы судебные по взысканию денежных средств? Здесь все достаточно двояко. Во-первых, просто потому, что используются нормы законного защиты прав потребителей, о котором я уже говорил. То есть это иски до миллиона рублей, на них нужно уплачивать госпошлину, время доказывания будут на ответчики и так далее. Казалось бы, все хорошо, но есть такие определенные спорные моменты. Суть в том, что неустойка, штраф и пение – это все понятие абстрактное. Мы можем насчитать их сколько угодно, но в суде ответчик-застройщик могут заявить, что сумма, подлежащая к взысканию, по мнению СЦА, не соответствует последствиям нарушения обязательств. То есть, как говорится, нарушил я не так сильно, а взыскать просите больно много. И попросив применить статью 333 Гражданский кодекс Российской Федерации, он и в самом деле может что-то снизить. Здесь, как говорится, начинается битва. Это, как говорится, не за то, что будет иск удовлетворен или не удовлетворен, а за то, в каком объеме он будет удовлетворен. Но свои вложенные средства гарантированно может получить. Свои гарантированно. В данный момент, как бы я говорил, именно о неустойках, процентах за пользу чужими средствами и так далее. То есть, если ты вложил 2 миллиона в начальной стадии, то, скорее всего, что ты их получишь, если они достроят через 3 года. Андрей, я предлагаю узнать, что пишут участники группы ВКонтакте компании Юроктив. Застройщик готов передать квартиру, но я не хочу ее принимать, так как слишком много замечаний по качеству. Он же надстаивает на том, чтобы я подписала документы. Удверждает, что я не могу требовать неустойку, так как он готов передать квартиру. Как быть? Используем нормы закона о защите прав потребителей, в которых сказано, что передать должны именно товар надлежащего качества, который соответствует договору или стандартным представлениям о товарах такого рода. В данном случае, если товар некачественный, то вы имеете полное право не принимать его. Ссылка на то, что неустойка не может быть начислена, она незаконна. Суть в том, что так или иначе неприемка квартиры происходит именно по вине застройщика, так как он не выполнил все качественно. Андрей, а что делать, если недостатки проявились уже после приемки? Стоит понять, что на квартиру, как и на любую другую, так скажем, вещь, имеется срок годности. Стоит разграничить. А когда мы приобретаем квартиру по договору долевого строительства, и когда мы ее покупаем по договору купли-продажи, то есть как уже готовый товар, пускай даже у застройщика, если мы ее приобретаем по договору долевого строительства, то гарантийный срок у нас будет 5 лет. Если мы ее купили как товар, то есть по договору купли-продажи, уже готовую, а у нас гарантийный срок будет 2 года. Что такое гарантийный срок? Это определенный период, когда при выявлении недостатков мы можем обратиться к продавцу, и при этом нам не нужно будет доказывать, что эти недостатки возникли по его вине, то есть время доказывания будет полностью на нем. Если вы приобрели квартиру, и там появились какие-то недостатки, пишите претензию и используйте нормы законозащиты правопотребителей, то есть выдвигайте соответствующие требования, например, требования о безвозмездном устранении данных недостатков. Написали претензию, если он ее проигнорировал или же отказал, то идите в суд, а иск о возложении обязанности произвести безвозмездно устранить недостатки. Также можно взыскать неустойку. Неустойка довольно-таки хорошая. Если квартира приобретена по договору долевого строительства, то это будет 3% в день от стоимости квартиры. Если квартира приобретена как товар, то это будет 1% в день от ее стоимости. Также стоит сказать, что при выявлении существенных недостатков мы можем обратиться с требованиями об их устранении и по истечении гарантийного срока, но в пределах 10 лет. В данном случае существенный недостаток, его критерии определены законозащиты правопотребителей, это либо неустранимый недостаток, либо он проявляется неоднократно, либо после устранения и так далее. Перечень, в принципе, открытый. А, например, о каких недостатках идет речь? Например, о каких недостатках? Не раз нам приходилось наблюдать такой недостаток, что промерзают стены. Например, температура сильно понизилась, на стене образовался иний. Температура пришла в норму, получается вместо иния уже плесень, черные пятна и так далее. А менее существенные недостатки, это, например, отваливается кафель, отходят обои и многое-многое прочее. Проявится может что угодно. Квартира – это то, во что мы, можно сказать, вкладываем душу. Это наше жилище. И, конечно же, неприятно приобрести их за большие деньги, возможно, много лет копяя их, а потом выяснить, что у нас на стенах плесень и так далее. Я настоятельно рекомендую обращаться в суд и требовать защиты своих прав. Что ж, Андрей, спасибо вам за интересную беседу, полезную и важную информацию. Смотрите нашу программу, вы будете знать больше о своих правах, пишите нам на адрес infosobaka.ps29.ru или в группу ВКонтакте «Компания Юрактив». Увидимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и Первом Сетевизоре. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова